Во, отлично. Давайте совсем близко. Выйдите, пожалуйста. Все видят, что у него на майке написано? Нет. Нет, что не обязательно видеть. Видно, что там написано? Да. Отлично. А теперь представьте себе. У него на майке будет написано следующее слово. На этой майке ничего не написано. Кстати, идет человек по городу, и у него такая красуется надпись. На этой майке ничего не написано. Как вы считаете, тогда эта надпись будет правильной или нет? Нет. Надпись будет неправильной, да? Да. Отлично, спасибо. Вот, дальше. Я сейчас прочитаю несколько таких предложений, которые в некотором смысле странно. Начнем с совсем простой вещи. Это предложение содержит 12 слов, 26 слогов и 73 уха. Я знаю, это многие знают, но это очень быстро. Это предложение содержит 12 слов, 26 слогов и 73 уха. Ну, посчитайте. Собвал. Отлично. Дальше. Девять слов назад это предложение еще не началось. Девять слов назад это предложение еще не началось. Это предложение состояло бы из 10 слов, если бы оно было на 5 слов короче. Это предложение состояло бы из 10 слов, если бы оно было на 5 слов короче. Понятно? Отлично. Дальше немножко такая грустная фразовка. Если бы я дописал это предложение... Я чуть-чуть скажу. Если бы я дописал это предложение... Или... Где бы вы не встретили это предложение уничтожки? Представляете, да? Это что означает? Это означает, что надо сейчас взять и с книжки вырвать эту страничку и сжечь, 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 сжечь. Дальше. То, что я вам сейчас предсказываю, сбудется. Вот это интересно. Что он предсказывает? То, что я вам сейчас предсказываю, сбудется. Понятно? То, что сейчас предсказываю. Вот я предсказываю вам, что мое предсказание сбудется. Понятная идея? Я говорю, что мое предсказание сбудется. Почему все неприятности происходят в самое непроходящее время? Потому что, когда происходит какая-то неприятность, а вы сильный, могучий, приучий, то вы ее пусть не замечаете. Представьте себе. Идете вы по улице, а там, не знаю, тут журабана. Замечаете вы ее, перейдете, пойдете дальше. А если вы идете чем-то обеспокоенный, вам плохо, то вы не особо замечаете, вы подсказываетесь в ухо или в больнице. При приятности, разумеется, происходит в самое непроходящее время. Потому что в подходящее время мы умеем с ними бороться и ожидать их работы. Отлично. Не напоминает ли вам мои слова о кушке? Не напоминает ли вам мои слова об Александре Сергеевиче Кушке? Я напоминаю, потому что я потом сказал, да? Вопрос, чем напоминаю? Отлично. Дальше. Представьте себе, что на самой последней странице книги написано следующее. Опечатки. О-п-е-ч-а-т-ки. Страница пятисотая. Вместо опечатки следует читать. Опечатки. Опечатки. Следует читать. Опечатка. Итак, повторяю, пятисотая страница книги, список замеченных опечатков, выглядит следующим образом, пятисотая страница опечатки, список замеченных опечатков, вместо опечатки следует читать опечатки, как? Конечно, книги просто вообще не было опечатков. Ладно, не из книжки, что называется, но из жизни могу вспомнить такую историю. Кто такой великим измельчан? Знаете, конечно, могу один из самых замечательных учеников и так далее. При каждом жизни он создал то, что сейчас называется СУФКЛЕДУК, тогда это вначале называлось Пареншан-18, заведение для старшеклассников. Там последние два года школьной жизни, то, что сейчас называют на 50-й и 11-й класс, тогда он был на 50-й. Школьник со всей страны, там выбрали учеников и так далее. Я там учился в одном, это совершенно замечательно, поживых детских школах. И, в какой момент Кромогород пришел написать лечебное пособие. Ну потому что понятно, у в школе гаспyo, куда народ служит, вы хотите, оно само лучше. Конечно, желательно не получу, не по общей лечебной гаспоorisке, а в каком-то написанном именно гадетке школы лечебники. Отлич similar писать, соответствующий форме. Тогда никаких компьютеров еще не было, все было трудно, на машине подчатывали, вписывали, но Калмодор всегда тщательно относился к работе, в настоящем тщательно. То есть не то, что он академик по адресу, кто-то там пишет, а он подпишет, ничего подобного. Сам, как бы, страницу читал, обсуждал, редактировал, записал. Но, естественно, в своих видео всегда писал сад. Вот эта работа шла, 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 добились, что совершенно проверили все, никаких опечаток и так далее. И, в некоторых момент, приносят, вот на печатке получается сад. Знаете, я говорю, вот, отвечает. Приносят Калмодору книгу. Действительно, внутри нет ни одной опечатки. Андрей Николаевич поработал, что на Сибири все-таки постарались, доверили, что нет никаких опечаток. Вот. Но проверили все внутри, ничего нет. Мы потом посмотрели на обложку. А на обложке было написано следующее. Ну, там название книги, там серия. Вряд там произошло 17. Выпуск. Без УКС. Большая опечатка в книжке не было. Вот была одна единственная опечатка на окошке. Разумеется, что для этой книги любой люди пользовались. Вот была такая замечательная книжка с одной опечаткой. Вот. Ну, здесь, конечно, можно было просто это несколько разницу выдать, чтобы это не стало лучше. Хорошо. Хорошо.